Сделать так, чтобы одна из партий на второй половине не прошла электоральный барьер. Кто может не пройти электоральный барьер? Мы знаем, мы видим, что по опросам общественного мнения, мы уже их не можем публиковать, но электоральный барьер не проходит партия Балат, Шакет. И это, кстати, дилемма. То есть тут еще, возможно, в последний момент тактика не обозменится, и он попытается ее каким-то образом все-таки протащить. Но электоральный барьер может не пройти партия РАМ, например. Мансу Раваз тоже интересно. Понимая, что он балансирует, скажем так, на грани электорального барьера, начинает обращаться к избирателям-евреям. Хотя, в общем, партия РАМ – это партия арабская, партия исламистская, партия консервативная, партия, которая в силу определенного стечения обстоятельств, скажем так, изменила свою кардинальную точку зрения на вопрос сотрудничества и решила, в общем, сотрудничать в обмен на определенные бюджеты. Так вот, Мансу Рабаз тоже как бы транслирует то, что он может не пройти электоральный барьер. Вот эта вот компания «Гевалт» у маленьких партий, она в самом разгаре. Сегодня Зава Галом в интервью нашим коллегам в СМИ сказала, что у нас не просто компания «Гевалт», у нас компания «Супер Гевалт». Почему? Потому что мы настолько не хотим, наш избиратель, по мнению Зава Галом, настолько не хочет видеть Биби на посту премьер-министра, что он голосует за Яэра Лапид. А это плохо, по ее мнению, потому что без партии Мерец, равно как и без партии Абуда, у Лапида нет коалиции. С точки зрения Лапида, это действительно дилемма. Дилемма его заключается в следующем. Как я уже говорил, на мой взгляд, представляется логичным, что ему необходимо не просто победить, а победить убедительно, причем победить не Бенемин-Интенера. Оттуда голосов он себе не заберет. Победить главного своего соперника на собственном поле, где-то Бенни Данс. Набрать как минимум в два раза больше голосов, чем Бенни Данс. Но пока ему это убедительно. Сделать нереливарно. Ну, это по опросам. Если циклят по осени, а голоса 2 ноября считают. Сделать нерелевантным саму идею, о которой Данс в последнее время так много говорит, что, мол, только он может создать коалицию. И чем ближе к выборам, тем больше он будет об этом говорить. То есть законсервировать за собой, зацементировать статус единственной и главной альтернативы партии Липут. Но есть сопутствующий, скажем так, ущерб. Можно, несколько перестаравшись, сделать так, что партия Абуда, партия Мерц не пройдут электоральный барьер. И это ударяет по Лапиду дважды. Во-первых, он теряет коалиционных партнеров. Во-вторых, он... Соответственно, его блок вообще не набирает необходимое количество находит. Да, почему? Это второе. Почему? Потому что в случае непрохождения партии электорального барьера, мы говорили об этом, да, голоса распределяются между другими партиями. Первые, кто от этого выиграют, это крупные партии. То есть тот же Липут может на этом, в принципе, электорально заработать. Так что у Лапиды действительно дилемма, ему необходимо сделать так, чтобы по итогам голосования и Мерц, и Абуда прошли электоральный барьер. А это, скажем так, на грани. То есть его тактика, стратегия, на данном случае, она, скажем так, весьма тонкая. Но при этом, опять же, главная его цель, повторюсь, если смотреть в будущее, это показать, что на поле альтернативному Ликуду, кроме него, других...